Представь, что ты такое вот маленькое существо, и у тебя есть очень высокоразвитый друг. Который может дать тебе такой кристаллик, с помощью которого ты можешь попасть на 100 миллионов планет и пройти там своё воплощение. Ты приходишь к этому другу и говоришь, слушай, я вот хочу попутешествовать по разным планетам, повоплощаться на них, получить опыт. Мне нужен вот кристаллик, который у тебя есть. Я тебе зачем как бы дам кристалл? Что я получу с того, что ты, получив этот дорогостоящий кристалл, попутешествуешь по вот этим планетам? Что я получу? Ты, например, попутешествовав по планетам, станешь таким же развитым, как я, и тоже получишь себе 140 планет в управлении, и тоже будешь производить такие кристаллы. Для того, чтобы давать их другим сущностям, они тоже будут путешествовать, и ты тоже будешь становиться такими же развитыми, как я. То есть нас будет больше. То есть я по факту занимаюсь тем, что произвожу себе подобных, с помощью этих кристалликов. Или ты возьмёшь мой кристаллик, попутешествуешь по этим планетам, пропьёшь там всё, разрушишься, кристалл продашь где-нибудь, загонишь за какие-нибудь бабки. Ты придёшь, и я такой, слушай, ну у меня там полмиллиона лет работало 140 планет, чтобы сделать один кристалл. А ты такой, ну не ж могла, я не ж могла. Знаешь, не получилось, ничего страшного. Ты ещё поработаешь полмиллиона лет и поэксплуатируй своих сущностей. Ну вот их 140 планетов. Почему? Потому что я такая крутая и классная. Вот что они обязаны меня обслуживать, понимаешь. Мне вот срочно надо попутешествовать по планетам. Я там, скорее всего, пропью или прогуляю. Но ты работай полмиллиона лет, чтобы я могла это сделать. Как бы почему я должен работать, чтобы ты могла это сделать. И ты такая, ну не почему, просто так. Потому что вот, ну потому что я так хочу. Тебе, естественно, откажут. Ты же понимаешь. И вот представь, что лоб даёт человеку эти вот дорогостоящие кристаллики в виде почек, крови, там различных других органов, печени, донорами которых они становятся. И они сюда приходят и такие, слушайте, мне нужны бабки для того, чтобы там бухла себе купить. Или я не знаю, у меня там детки голодные, а деткам по 21 году. Работать они не хотят, но я вот продам свою пучку, и чтобы они дальше не работали. Или знаете, я в прошлых жизнях так себя по-свински вёл. Я был чиновником и воровал у миллионов человек. А теперь в этой жизни я родился, и у меня вот трахея, вот с которой помощью я дышу, она вот здесь прервана. И вот здесь, то есть я практически не могу дышать у меня в пользу и своими способностями с прошлой жизнью. С того, я стану чиновником и снова начну вас всех обкрадывать и причинять вам всякие неудобства и неприятности. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Вы не создавали ни печени, ни почек, ни органов, ни крови. Вы себя не создавали, но вы этим торгуете. На каком основании? Какая будет карма у этих людей? Ну, какая? Какая карма? Все. Если они продают то, что им Бог дал для того, чтобы они развивались, ну, все. Нет смысла им развиваться больше на этой планете. Или будут развиваться в теле собаки, например. Запустят ее на воплощение еще раз, чтобы они прошли этот круг. Я под оплеку рассказала, почему это нельзя продавать. Кровь, кстати, тоже нельзя ни продавать, ни сдавать. То есть те люди, которым нужно срочно переливание крови, проблем нужно решать другим способом. Нужно конкретно разбираться, в связи с чем у человека довел себя до такого состояния, что ему нужна кровь другого человека. Я не говорю о сложной и критической ситуации. Например, ваш родственник попал в аварию, и ему нужна временная поддержка, временная помощь для того, чтобы он мог выжить и дальше разобраться, почему он попал в аварию, в связи с чем он попал в аварию, что он неправильно в жизни делает. Чтобы он все это понял, переработал и больше не попадал в аварию. То есть краткосрочная помощь, чтобы человек мог выжить, да. Но когда человек сознательно разрушает все прошлые жизни и в этой жизни, и потом говорит, ну-ка, мне нужна кровь на переливание, вы такие, на, на, там. Конечно, нужно же помогать друг другу. Друзья, это ложное представление действительности, и все будут отшлепаны. Субтитры создавал DimaTorzok